Но, тем не менее, никто не может это остановить. Вопреки всевозможным правилам, вопреки международному праву, вопреки правилам ведения войны, Израиль просто уничтожает палестинцев Газы. Просто уничтожает. Тумсо, тезисно о войне. Если некое царство-государство захочет войну, то будет воевать. Никакая ООН или иные авторитеты войну не остановят. По поводу Палестины, конечно, не говорить нельзя. К сожалению, в Палестине продолжается геноцид. Вот сейчас мы с вами ведем этот эфир. И прямо сейчас Палестину бомбят очень интенсивно. Там продолжают гибнуть люди. Погибшие уже более 10 тысяч. На самом деле, то, что сейчас происходит в Палестине, это катастрофа. На глазах у мира она происходит. И, честно говоря, сейчас, конечно, реакция... Я не могу сказать, что нет реакции мира. Я не могу сказать, что люди по этому поводу не переживают. Потому что такой реакции, как сейчас, наверное, никогда и не было. Никогда еще человечество так не сопереживало, не зачувствовало палестинцам. Никогда еще не было такой поддержки от людей этого мира палестинцам. Но, тем не менее, никто не может это остановить. Вопреки всевозможным правилам, вопреки международному праву, вопреки правилам ведения войны, Израиль просто уничтожает палестинцев газы. Просто уничтожает мирных жителей. Каждый день, каждый час, каждую минуту. И мир не может это остановить. Ничего не может сделать. Страны, международные организации, правозащитные организации, они высказывают свою озабоченность. Да, сейчас даже жесткая критика в адрес Израиля за это звучит. Но остановить это никто не может. И люди гибнут. И это очень, очень печально. К сожалению, мы ничего кроме, мы с вами, я имею ввиду, на нашем уровне, мы ничего кроме дуа. А наших братьев мы ничем им больше помочь не можем. Поэтому мы будем делать за них дуа. Да поможет Всевышний Аллах нашим братьям и сестрам в Палестине. Да укрепит он их. Да остановит Всевышний Аллах как можно быстрее это кровопролитие. Тумсо. Тезисно о войне. Если некое царство государства захочет войну, то будет воевать. Никакая ООН или иные авторитеты войну не остановят. Горько, но это реалии. В том числе и 21 века. Несмотря на какое царство, какая страна. Если это Россия. Ну то есть, если это ядерная держава, то да, конечно. Тем более, если это член Совета Безопасности ООН. Конечно, ничего не будет. Но если это там, скажем, Ирак, который решил захватить Куэйт. Очень быстро вопрос как бы решат. Мы же с вами помним, как решали. Или же, например, если это Сербия, которая решила сохранить Югославию. В общем, все зависит от того, какая эта страна решила повоевать. Продолжение следует...